Происшествие серии «Слон и моська» в большом автомобиле нужна большая траектория. Девушка не поддавалась ни на какие провокации, твердо решив по поводу ДТП никому ничего не рассказывать. Что случилось? Расскажите, пожалуйста, в двух словах. Можно я не могу. Ну вы можете не поворачиваться со своим симпатичным личиком, можете просто рассказать нам, что случилось. Часто пьете за рулем? В общем, девушка пьяная, двигалась по встречной полосе. Конечно, это шутка. На самом деле девушка двигалась по крайней правой полосе, никого не трогала, как вдруг водитель большегруза решил, что двухполосная дорога целиком и полностью принадлежит ему одному. Я ездил на первом полосе, вот видно уже колесо, как стоит. А она откуда там взялась? Она на правую сторону. Припаркованная стояла или ехала? Нет, он как ехал на мою заду, он обгонал на просто, на правую сторону. И я взорвался на руле налево, чтобы... Если я не вырвался, она попала туда вообще. А я налево пошел, машина развелся. Машина тяжелая, выгруженная? Нет, я пустая. Как в такой ситуации не испугаться? Каких-либо попыток избежать аварии девушка на Ниссане не сделала, да и что она могла? Грузовик задел малолитражку по касательной, даже небольшое соприкосновение заставило изменить траекторию движения и практически развернуло Ниссан-матч на 90 градусов. Впрочем, все могло закончиться гораздо печальнее, но водитель грузовика вовремя увидел, что дорожная обстановка изменилась и нажал на педаль тормоза. Повреждения Ниссана достаточно серьезные, поэтому прибывшему аварийному комиссару дали понять, что на этом происшествии ждут других мужчин в форме. Им-то и предстоит заняться разбором этого происшествия. Продолжение следует...